Тебе удовольствие. Между прочим, я думаю, нам пора взглянуть на то, почему какая-то конкретная вещь на самом деле тебе в радость. Ну ладно, я сдаюсь. Почему? Чувство радости – это способ души прокричать. Вот кто я есть. Тебе когда-нибудь доводилось бывать в классе, когда учитель делал перекличку, и когда твое имя называлось, ты должен был сказать «здесь». Да. Так вот, в состоянии радости – это способ души сказать «здесь». Многие люди позмеиваются над идеей о благих намерениях. Они говорят, что ими вымощена дорога в ад. Я говорю, что это дорога на небеса. Многое, конечно, зависит от того, что для тебя благие намерения. Другими словами, что обеспечивает тебе хорошее самочувствие. Я говорю тебе, никакая эволюция никогда не совершалась через отрицание. Если ты намерен эволюционировать, то это произойдет не потому, что тебе удалось благополучным образом лишить себя тех вещей, которые тебе в радость, а потому, что ты даровал себе эти удовольствия и обнаружил нечто большее. Но как можно знать большее, если ты еще не вкусил меньшего? Религия непременно будет диктовать тебе свои взгляды на этот счет. Поэтому все религии, в конце концов, терпят крах. Духовный же всегда добивается успеха. Религия требует, чтобы ты учился на опыте других. Духовность побуждает тебя вести собственный поиск. А религия не вносит духовности. Она не может мириться с ней. Потому что духовность может привести тебя к другому выводу, чем предлагает религия. А вот уж этого никакая религия не потерпит. Религия советует тебе исследовать мысли других и принимать их как свои собственные. Духовность предлагает тебе отбросить чужие мысли и думать своей головой. Состояние радости — это способ сказать самому себе, что твоя последняя мысль была правдой. Твое последнее слово было мудростью. Что твой последний поступок был любовью. Чтобы узнать, какого прогресса ты достиг, чтобы измерить, как далеко ты продвинулся, просто посмотри и пойми, что тебе в радость. Но не старайся достичь своего совершенства силой. Эволюционировать дальше и быстрее, отвергая то, от чего тебе хорошо, или отстраняясь от этого. Самоотрицание — это самоуничтожение. Но знай также, что саморегуляция — это не самоотрицание. Контроль над своим поведением — это активный выбор, сделать что-то или не делать, исходя из собственного решения о том, кто ты есть. Если ты заявляешь, что ты тот человек, который уважает права других людей, то решение не грамить их и не воровать у них, едва ли можно считать самоотрицанием. И это самоутверждение. Вот почему считают, что показателем развития человека является именно то, что доставляет ему радость. Если ты радуешься от того, что ведешь себя безответственно, или от того, что своими поступками заставляешь других людей страдать и можешь причинить им неприятности и боль, то ты не очень-то далеко ушел. Осознанность — вот что является ключом. И задача взрослых в ваших семьях и сообществах как раз в том, чтобы взращивать и распространять осознанность среди юных. Подобно тому, как работа посланников Бога в том, чтобы способствовать росту осознанности среди всех людей, чтобы все понимали, то, что делается кому-то или для кого-то, делается всем или для всех, ведь все мы одно. Если исходить из осознания всеобщего единства, то абсолютно невозможно получать удовольствие, причиняя боль другому. Так называемое безответственное поведение исчезает. Именно по таким критериям просветленные существа стремятся оценить свой жизненный опыт. И именно в этом контексте я говорю, позволь себе иметь все, что предлагает жизнь, и ты увидишь, поймешь, что в ней есть гораздо больше, чем ты когда-либо мог себе представить. Ты — это то, что ты переживаешь на опыте. Ты испытываешь то, что ты выражаешь. Ты выражаешь то, что у тебя есть. У тебя есть то, что ты даруешь себе. Мне это нравится. Но, может быть, вернемся к нашему вопросу? Да, я создал два пола по той же причине, по какой я заложил Ян и Инь во все и по всей Вселенной. Мужское и женское — это части Ян и Инь. В вашем мире, мужчины и женщины, наивысшее и живое их выражение. Они — Ян и Инь воплоти. В одной из многих физических форм. Инь и Ян. Здесь и там. То и это. Вверх и низ. Холодно и жарко. Большое и маленькое. Быстро и медленно. Материя и антиматерия. Все это нужно тебе, чтобы испытать жизнь в том виде, в каком ты ее знаешь. Как нам лучше всего выражать то, что называют сексуальной энергией? С любовью. Открыто. Игриво. Весело. Неистово. Страстно. Свято. Романтично. С юмором. Непосредственно. Трогательно. Изобретательно. Без смущения. Чувственно. И, конечно, часто. Кое-кто считает, что единственная оправданная цель человеческой сексуальности – деторождение. Вздор. Деторождение – это счастливый исход, а не спланированное заранее логическое следствие большей части сексуального опыта людей. идея о том, что секс существует лишь для того, чтобы производить на свет детей, наивно. А мысль о том, что секс должен быть прекращен с последним ребенком – просто нелепо. Она против человеческой природы. А этой природой вас одаил я. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует...